ура вот и настал этот день когда я еду в мухмутлар первый раз это соседний поселок маленький городок или пригород аланьи по-разному в общем район аланьи вот примерно 13 километров дороги и на остановку на автобус вот еду я не просто так они своими делами занимаются я с вами у меня там будет сегодня первый клиент по фитнесу мальчик будем сегодня заниматься и как раз разведаем что там такое мухмутларе почему-то много русских привлекает всех и и Продолжение следует... Вот я и приехал в Мухмутлар. Это самое-самое начало Мухмутлара. И посмотрите, какая здесь красота вокруг моря. И горы. Все, я сейчас иду делать дела. Да, очень красивая набрежня. Можно кататься на велосипеде. В общем, отдыхать на всю. Классно, здесь очень круто. Так, кстати, из центра Алании, от Пляжа Клеопатра, я ехал всего 25 минут. Очень быстро, прям по прямой. Раз, все. Здорово. Здесь спокойный спальный район. До моря 100, 150 метров. Вдоль моря идет дорога. Вот, это идеальное место для жизни. А если у нас в районе Пляжа Клеопатра очень много отелей, да, через один. То резиденция, то отель. Что здесь? В основном. Жилые комплексы. Так, смотрите, что я обнаружил. Это афганский ресторан. Давайте посмотрим. Сейчас, конечно, все закрыто. Я снимаю это. 23 февраля. Всех с праздником. Так. Афганский ресторан. Любопытно. Афганскую кухню я еще не пробовал. Обязательно попробуем, когда здесь все откроется. Донор 10 лир. Получается 110 рублей. Очень все красиво. Сейчас я иду на остановку, то есть к морю. И немножко покажу вам пляж. Очень красиво. Но я думаю, если бы я здесь не жил, то может быть мне скучно было только на части. Потому что у нас там все-таки центр. И очень много людей. Особенно в сезон, наверное, будет прямо. Сзади меня вход в отель Армадзе. Сейчас спеши. Отель, который мы довольно часто отправляем туристам. Наши узнавших туда, где гензу на Кайлл. Вот он находится в самом начале Макмутлара. До моря от него. 50 метров. Даже чуть меньше. Отель довольно большой. Может быть получится как-нибудь внутрь. То есть отель, что это на первой линии. Пляж через дорогу. Отель хорошего, такой, в среднем уровне. Не прям VIP какой-то, да. Но нормальный. Нормальный для отдыха. Вот. Пляж Макмутларе, он, конечно, не такой раскрученный, крутой, как пляж Креопатры, не такой широтий. Но нормальный. Но хороший пляж. Кстати, рядом с отелем. Волковный. Есть хороший парк, где стоят тренажеры. Я сейчас туда не пойду, но вот парк, как он начинается. Вот парк. Brothers Beach, да, у нас здесь пляж братьев. Ну, погнали, посмотрим, что это за пляж. Вдоль пляжа есть променад, где можно бегать, заниматься спортом, на велике кататься. Очень длинная набережная. Сейчас мы посмотрим. Момент, кстати, смотрите. Плитка, представляете, как это дорого и круто. Некоторые пешеходные переходы не оборудованы фотофором, но перейти можно, потому что машина не прямо уж очень часто ездит здесь. Смотрим внимательно и ждем. Опять нет машин, можно идти. Так, смотрите, вот такой замечательный пляж. Он очень большой. Вот там вдалеке есть мыс, там находится крепость какая-то. Я не знаю название ее пока, не изучил. Я вообще первый раз в Мухмутлале даже. Вот такие у меня довольно положительные впечатления. Бескрайне красивое море. Где-то там вдалеке можно увидеть Кипр. Всего лишь в 180 километрах отсюда находят Кипр. Вот, но я не знаю, вот там облака или это горы Кипра. Не знаю. Не могу сказать. Нужна какая-то оптика нужна. В общем, очень красиво. Пляж нормальный, хороший. Не такой крутой, как Леопатра, но на уровне. И я уверен, что летом здесь народу будет поменьше, чем на Кипре. Ну что, гоу, обратно домой. Очень странно, что машины не останавливаются перед пешеходом. На зебре, представляете, возможно, в сезон они будут останавливаться. Но вообще в Турции это не особо принято. На зебре останавливаться. Это просто ужасно. Но опять же, в сезон может что-то изменится. Я надеюсь на это. Вот, трансфер такси. Можно заказать. Прямо трасс. Армаз Престиж. Вектор Холмс это агентство. Я думаю, это застройщик. Вообще, очень много здесь зданий. Построенных этой компанией. Вот парк. Вернулся я из поездки в Махмудлар. Вернулся к Леопадри. Спокойный район пока февраль. Попытаюсь ответить на вопрос, почему. Много русских покупают недвижимость в Махмудларе и едут туда. Во-первых, я думаю, что район развивается. Район новый и перспективный. Недвижимость там пока дешевая. Вот, 38 тысяч евро. Долго 35-ти можно найти. Один плюс один. Потом спальний. Потом. Район спальный. Вся недвижимость близко к морю расположена. Прям 200-300 метров максимум. Очень красиво. Горы прям вплотную к морю поступают. Очень красиво. Вот, то есть для семьи жить там идеально. Просто комплексы с бассейном, тренажерными залами, детские площадки, садики. Все, там есть все абсолютно для жизни. Просто идеальное место, действительно. Шикарная набережная длинная, где можно кататься на велосипеде, гулять, бегать. Отличный пляж. Не очень широкий, не такой красивый, как Феопатра. Но очень длинный. Очень длинный. Прям до крепости дальней на холме идет. Вот, тоже плюс. Вот, ну, я думаю, это...